Прийти в Брянский цирк на представление Ласта Рика – это единственный шанс увидеть на арене артистов сразу трех старейших цирковых династий России – Аннаевых, Шатировых и Майхровских, а еще экзотических морских птиц и животных, которые не считаются цирковыми. Эти малыши Боня, Цаца и Люба – любители исключительно балтийской кильки – уже опытные артисты. Они уверенно чувствуют себя на сцене, с удовольствием скатываются с горки и показывают трюки. Их человеческая мама Галина Майхровская не дрессурой, а любовью, находит подход к своим подопечным. Был вопрос, да, как вы их заставляете? Я говорю, я их не заставляю. Я вот своим отношением к ним, относясь к ним с любовью, с вниманием, много времени отдаю им. Они, понимая это, они стараются не расстраивать, стараются сделать так, манежа, как нужно. Вот я не знаю, как это вверх. Вот это я уловила не сразу, я уловила с годами, это увидела. Обезьяны, попугаи. Соединить этих животных в одну компанию можно только в известной песне и в программе «Ласта Рика». В жизни обезьяны охотятся на попугаев. А здесь, на арене, умнейшие ара повторяют трюки за забавным капуцином. Все шоу построено на выступлении экзотических животных, которые в мире природы почти не пересекаются. На Брянской арене выступит даже кенгуру. На фоне такого эксклюзива совсем не теряются привычные звезды цирка. Морские львы, пудели, лошади. И, конечно, артисты-люди. Брянские зрители смогут увидеть тройное сальто-мортали на русской палке. У нас еще жонглер приезжает к нам, великолепный жонглер, который вообще только работает за границей. Он вернулся в Россию и идет к нам в программу. Так что, да, Денис Чиндязкин такой жонглер у нас великолепный. Так что у нас разнообразие жанров и много животных. И, в общем, думаю, что Брянскому понравится. Надеемся, что зритель в цирк повалит. А чего только стоят репризы легендарного клоуна Майя. Номер, в котором талантливейший артист гипнотизирует гусыню Маню, покорил зрителей Японии, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Таиланда и других стран. Главным секретом успеха Евгений Майхровский считает постоянное самообразование. А еще он умеет удивлять. Я в каждой стране разговаривал на том языке, в какую страну приезжал. Были курьезы. В Чехословайке тоже, допустим, приехал я, пришли зрители к руководителю группы и говорят, слушайте, а почему у вас клоун советский, программа советская, а клоун чех? Да, это комплименты такие, которые, в общем-то, я действительно заслужил. Новая программа «Пингви-шоу Ласта Рика» обязательно понравится всем, кто любит зрелищность, виртуозный профессионализм артистов и высочайшее качество номеров. Это действительно уникальная программа, собравшая на одном манеже легендарные цирковые аттракционы и такое многообразие животных. Нашему зрителю, брянскому, будет очень интересна эта программа. Во-первых, это уникальный номер с пингвинами, это единственные в мире гастролирующие пингвины. Первые представления уже будут 14 и 15 марта, и у нас будут фиксированные цены на билеты 500 и 700 рублей. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Ольга Ловина, Игорь Винничук, События Брянск.